Начинаем наше рабочее совещание. Вот Татьяна Семеновна подходит, пожалуйста. Я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы нашли время прийти на сегодня на наше рабочее заседание. Я хочу кардиологического ангарского общества. Я хочу поблагодарить уважаемого Фалиды Смогилища. Я хочу поблагодарить нашу фирму. Немножко поздновато, но я хочу всех поздравить с прошедшим нашим праздником, Днем Медицинского Работника. Хочу пожелать всем нам быть здоровыми, гореть желанием все-таки работать, сотрудничать, чтобы были здоровы наши семьи. То есть тыл у нас должен быть надежным. Позвольте открыть наше заседание сегодня по вопросам. Если есть у кого-то какие-то вопросы, давайте мы их приготовим и зададим Фалиду Смогилищу. Я думаю, Фалиду Смогилищу нам сейчас осветит тему прошедшего съезда. 10 июня состоялся съезд РКО на Иркутской земле. То есть было вообще, кто смотрел, видели все. Было очень интересно. Были многие вопросы освещены, актуальные для нашей работы. Были вопросы психосоматики затронуты. То есть то, что сейчас это тоже имеет такое актуальное значение. И еще вот до начала нашей работы я хочу представить вам, ну будем говорить, наверное, нового члена нашего сообщества. Это нештатный главный специалист функциональной диагностики Денисова Татьяна Валерьевна. То есть сами понимаем, да, что все-таки без функциональной диагностики кардиология существовать не может. Так, добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. Ну я вкратце, очень вкратце хочу рассказать о перспективах, о главном проекте Денисова Татьяна Валерьевна. Я заведующая отделением функциональной диагностики БСМП, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Главный внештатный специалист Минздрава Иркутской области по функциональной диагностике. Хотела я рассказать очень кратко, буквально вас ознакомить с перспективами, с главным, основным перспективным проектом, который будет у нас реализовываться в области. Это проект по внедрению телеинформационной медицинской системы, в которой позволяет проводить запись, анализ дистанционный КГ по всей области. Еще в конце 2020 года Министерством здравоохранения был заключен контракт с казанской компанией ТИС, вот как раз по внедрению этого проекта. Суть заключается в том, что есть определенные электрокардиографические системы, которые могут и создается единое облако, в которое каждый кардиограф, подключенный в это облако, находящийся в любом участке, в любом отрезке области нашей. И он может посредством телемедицинской связи эти кардиограммы, эти КГ-данные. Мы хотим начать с КГ, но в будущем мы планируем взять за образец Республику Татарстан и использовать для обмена опытом не только электрокардиографические исследования, но это будут и холтеровские исследования, и системы для суточного мониторинга артериального давления. Проект у нас уже начал реализовываться в некоторых районах нашей области. Это у нас пионеры, это Нижнеудинская ЦРБ, это Балаганская ЦРБ, которые активно пользуются этой системой. Отзывы только положительные. Поэтому наша задача сейчас этой сетью охватить более крупные города, создать единую базу ЭКГ-исследований и ЭКГ-заключений. В будущем у нас будут экспертные центры первого и второго уровня, что позволит врачам, которые находятся на периферии, в отдалении, консультировать сложные случаи, обмениваться мнениями, получать другое экспертное заключение. То есть это позволит, во-первых, повысить доступность медицинской помощи, повысить качество оказания медицинской помощи. И я считаю, что это очень перспективное направление. То есть вы все следите за последними достижениями медицины и просто науки. То есть мы все знаем, что тенденция к цифровизации, она проявляется во всех областях. Поэтому вот она сейчас и потихоньку доходит и до нас. Поэтому давайте будем работать. Спасибо. Мы предоставляем слово Фалид Исмогилич вам и начинаем рабочее заседание. Ну, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем с вами очередную нашу встречу. Много лет мы уже встречаемся, стараемся, чтобы по меньшей мере два раза в год мы обсуждали не только через онлайн, не только через интернет, но и лично, да, проблемы кардиологические, которые у нас накапливаются. Поскольку у нас заседания и конференции проходят с интервалом в несколько месяцев, то за это время успевает накопиться довольно много научной новой информации. И хотелось бы поделиться по ряду проблем наших кардиологических, связанных с атеротромбозом. Ну, мы тоже прогрессируем, поэтому постепенно у нас накапливается техника, которую мы используем. И в этот раз мы с вами транслируем наше заседание уже в интернет. И каждый, кто заинтересован, может к нам подключиться, тоже посмотреть. Ну, по крайней мере, вот эту часть, да, официальную, там, где мы обсуждаем основные проблемы. На повестке дня сегодня эмболии и венозные, и связанные с фибрилляцией предсердий. Помогает нам транслировать мероприятие компания TrueConf. Это ведущий оператор и ведущая система видеоконференц-связи российская. Сейчас, в эти непростые времена, да, мы должны ориентироваться в первую очередь на отечественное ВКС-решение, да, и благодаря этой компании нам удается, мы вот в Братске транслировали мероприятие, сейчас вот все последующие будем уже транслировать онлайн, накапливая опыт, устраняя какие-то шероховатости, которые поначалу у нас, конечно, неизбежны, безусловно, да. И сегодня мы будем говорить в том числе и о прогнозировании. Ну вот мы с издательством ГАТАР Медиа подготовили и в ближайшее время, ну, в течение месяца, я надеюсь, она будет выпущена, уже четвертое издание, книги прогнозирования и шкалы в медицине. По всем аспектам, ну, кардиологии и смежных специальностей. Ну и, безусловно, нас поддерживают наши партнеры. В связи с этим, конечно, это обязательный раздел, да, я бы хотел напомнить про конфликт интересов, да. Вот конфликт интересов, это проблема общая, и вот эта проблема в том числе и в развитых государствах, в медицинском плане, технологическом плане. Вот я бы хотел вам показать пример конфликта интересов в редакторских статьях New England Journal of Medicine. В медицине самый цитируемый, самый авторитетный журнал, там, где публикуются почти все основные рандомизированные исследования, это вот New England Journal of Medicine, американский журнал. Там крупнейшие любые исследования впервые публикуются именно там. И там очень важно, еще есть редакторский раздел, где редакторы, очень опытные, очень квалифицированные люди обсуждают, комментируют преимущества, недостатки того или иного исследования. Специалисты очень высокого класса, и поэтому чтение вот этих редакторских статей, оно чрезвычайно полезно. И порой бывает так, что редакторская статья информативнее, ценнее даже, чем комментарии исследователей в этом же журнале. Но смотрите, что происходит, что значительная часть редакторов имеет конфликт интересов. И что интересно, что почти треть, они не заявили о конфликт интересов. То есть они, по идее, обязаны были опубликовать это, чтобы читатели уже более объективно оценивали информацию. То есть не все проблемы решены даже в развитых странах, там, где большое внимание уделяется созданию защитных механизмов, чтобы необъективной информации все-таки было меньше, и врачи более точно оценивали ее. Безусловно, вот еще одно интересное исследование. Я рассказываю исследования, которые появились в течение последнего полугода, максимум года. Конфликт интересов взяли, для примера, врачи-ревматологов. Это американские исследования. На что идут траты? Основная часть, вот видите, вот эта фиолетовая, это спикеры, то есть лектора. Их и называют, они еще опинин-лидеры. То есть вот перед вами один из них стоит. То есть основная трата вот туда. Дальше идут консультативные затраты, дальше напитки и питание, дальше путешествия. Ну не путешествия, имеется в виду, чаще всего это поездки на конференцию. Вот гонорары и другие. А здесь представлены суммы за пять лет, которые выплачиваются на те или иные цели. Вот здесь вы видите, от 25 долларов, да, это основная часть платежей проходит, до более чем 2 миллионов долларов. Конечно, число этих врачей немного, которые получили там больше миллиона за пять лет, больше 2 миллионов, да, но тем не менее они есть. То есть это кто? Это в первую очередь те исследователи, те ученые, которые занимались организацией и координацией работы по крупным научным исследованиям. И хочу обратить внимание, эти же ученые принимают обычно активное участие в составлении рекомендаций клинических для врачей. То есть имеется в виду, что конфликт интересов – это проблема очень сложная, нерешенная, да, и она присутствует даже, и вы прекрасно это понимаете, в клинических рекомендациях даже самых авторитетных зарубежных, а мы уж не говорим об отечественных, там, безусловно, эта проблема также присутствует. Ну, мы все понимаем, да, эту ситуацию, мы все должны учитывать ее, чтобы более точно и корректно воспринимать информацию и, соответственно, более эффективно лечить пациентов. Начнем мы с темы, которая не часто обсуждается, но которая крайне важна в кардиологической практике, да, потому что каждая треть смерти от сердечно-сосудистых причин – это смерть от венозных эмболий. Все-таки, да, то есть вначале у нас коронарные болезни, потом инсульты, да, а дальше вот среди неотложных состояний как раз венозная тромбоэмболия. Здесь представлено несколько рекомендаций, которые появились вот буквально последние полгода и которые я постарался учесть в нашем докладе. Эпидемиология. Здесь представлены данные американские, то есть вот с 2016 по 2019 год зарегистрировано почти полтора миллиона госпитализаций с легочной эмболией. Это очень внушительная сумма. Но высокий риск составляет всего там 2,4%. Но высокий риск, я напоминаю, да, это шок, это гипотензия. Причем, посмотрите, госпитальная смертность почти 40% у пациентов с высоким риском. Это в хороших, да, оснащенных, высокотехнологичных госпиталях. Если брать общую оценку госпитальной смертности по легочной эмболии, то она составила 6,5%. Ее учесть довольно сложно и по нашей статистике она не проходит. Почему? Потому что, как правило, легочная эмболия скрывается в осложнениях, да, ее выносит в осложнениях. И как первый диагноз она идет редко у нас. Поэтому мы фактически ее как причину смерти в статистических отчетах и не видим, да. Ни по 12, ни по 14 форме она у нас как основная не проходит. Это, безусловно, неправильно. И, конечно, рано или поздно мы перейдем все-таки на современную кодировку, когда мы будем учитывать не один код, да, основной, а несколько. И тогда мы можем уже более объективную статистику получать по причинам смерти. Еще обращая внимание, ре-госпитализация за 30 суток, да, то есть каждый 7-5% в течение месяца повторно будет госпитализирован. Либо по рецидиву легочной эмболии, что чаще, либо по другим причинам. Как лечится легочная эмболия высокого риска? В основном тромболизисом. И в меньшей степени, да, казалось бы, да, имея более высокотехнологичные центры, госпитальные, тем не менее, почти в два раза чаще используют тромболизис, нежели катетерное вмешательство и фрагментация тромба в легочной артерии. Ну вот такая, да, статистика. Почему мы обращаемся к статистике американской? Потому что она очень высокого уровня, качества и достаточно надежна. И российской статистике аналогичной найти очень-очень сложно и проблематично. В ковидные времена эта проблема сильно, да, обострилась. Почему? Потому что выяснилось, да, что риск легочной эмболии первые 30 суток у пациентов с ковидом возрос в 33 раза. Ну и вы прекрасно помните, да, и знаете этих пациентов, да, и мы своих коллег потеряли, да, в общем, от легочной эмболии. Поэтому это заболевание, да, нужно расценить как фактор высокого риска легочной эмболии. Когда писались рекомендации последние европейские, тогда ведь ковида еще не было, поэтому он тогда не вошел еще, да, в эти рекомендации. И вторая проблема, тоже часто встречающаяся, это венозные тромбоэмболии при онкологических заболеваниях. И в связи с тем, что мы больше выявляем, более эффективно лечим онкологические заболевания, то, соответственно, частота и риск венозных эмболий увеличивается в последние годы. Но отрадно то, что смертность снижается немножко, но снижается. Почему? Потому что у нас появились современные хорошие антикоагулянты, да, и мы достаточно эффективно обычно ими пользуемся. Говоря о легочной эмболии, можно говорить это о любом заболевании. Я вот так сформулировал это положение, что обычные врачи устанавливают диагнозы и лечат это заболевание, да, а лучшие врачи оценивают риски и улучшают прогноз. Вот. Вопрос только, каким образом это делать? Большая часть врачей это делает интуитивно, да, на основании своего опыта, знаний, предшествующих случаев каких-то. Современная медицина уже давно перешла на широкое использование шкала. В каких-то областях они используются, ну, например, фибрилляция предсердия. В каких-то областях эти шкалы используются редко. Ну, например, если брать российскую, иркутскую практику, возьмите легочную эмболию. Часто вы видите использование шкал при легочной эмболии? А в вашей практике? Ну, вот о чем и речь, да? О чем и речь. Можно ли доверять все время интуиции нашей квалификации? Здесь в основном очень опытные врачи. Сколько раз мы ошибались, полагаясь, да, на собственный опыт, имеющийся информацию, имеющиеся знания. А сколько раз ошибется молодой врач? Поэтому, конечно, основной путь все-таки современной медицины – это использование стандартизированных оценок прогностических. В широком понимании это шкалы, которые, безусловно, нужно использовать чаще. Ну, вот алгоритм, да? Вот алгоритм здесь представлен при тестовой вероятности. Что значит? Если мы по любому подозрению будем пациента направлять на компьютерную томографическую ангиографию, у нас будет очень много неоправданных исследований. Это стоимость, да? Это изнашивание аппаратуры, то есть нужно трубки менять, это проблематично особенно, да, в нынешних условиях. Вот это облучение. Это примерно 15, может даже 20 процентов повышения креатинина и, возможно, да, острого повреждения почек. Контрастная невропатия – это актуальнейшая проблема, да? И так далее. Такой вот диагностический современный алгоритм здесь представлен. Основная его задача – уменьшить пациента, у которых невысокая вероятность легочной болезни. Шкала ВЭЛС – самая популярная шкала. Она делит пациентов на низкую вероятность, умеренную и высокую вероятность. Если вероятность высокая, мы сразу пациента направляем на компьютерную томографическую ангиографию. Если она невысокая, то желательно использовать еще дополнительно додимер, который нам позволяет выбирать этих пациентов для коронарной ангиографии. И в ряде случаев, если исходная вероятность низкая, додимер меньше 1000 нанограмм на миллилитр, то это не легочная болеет, надо искать какую-то другую причину. То же самое при умеренной, но здесь отсечка еще ниже, додимер меньше 500 нанограмм на миллилитр. Вот этот алгоритм показал себя весьма достойно и лучше, чем решения, которые принимались врачами. Вы знаете, что можно использовать разные шкалы в мобильных устройствах. Многие кардиологи в России за рубежом используют кардиоэксперт. Сейчас, к сожалению, компания Google закрыла возможность для россиян и белорусов использовать кардиоэксперт. Второй полный кардиоэксперт. Подготовлен кардиоэксперт 3. Мы ждем, буквально, вот обещали, в течение месяца уже у нас появится площадка, на которой мы можем размещать наши отечественные продукты. Российская площадка, это наш 100, это РУС-100. На них мы хотим разместить кардиоэксперт 3. И дальше уже будет развиваться кардиоэксперт 3. То есть тот, который в Google, кардиоэксперт 2, он и останется на этом же уровне. А те зарубежные коллеги, которые будут его использовать, они уже будут вынуждены обращаться на наши площадки, приобретать их за рубли. То есть газ и кардиоэксперт. Это наш ответ к контрсанкции. Притестовое прогнозирование у пациентов с ковидом несколько хуже, чем у пациентов без ковида. Это сравнительные исследования разных шкал. Ну вот тот алгоритм, о котором я говорил, это вот он, да? Ну вот смотрите, он лучше, чем, собственно говоря, шкала Вэлл сама используется. Тем не менее, мы ожидаем более совершенных прогностических тестов, которые будут уже учитывать особенности новой коронавирусной инфекции. Но тем не менее, даже эти цифры говорят о том, что в целом им можно пользоваться. Еще раз повторяю, этот инструмент не хуже, а скорее всего лучше будет работать во многих ситуациях, чем решения, принимаемые врачами. Потому что это проверенный инструмент. Он на многих тысячах пациентов проверялся и проверялся. Да, он не идеальный. Да, его требуется иногда коррегировать с помощью клинического мышления. Но это очень серьезное подспорье в принятии решения. Почему-то же ЧАЦ-ВАСК мы пользуемся широко. Неоправданно, кстати, широко. Чисто механически мы пользуемся. Один-два балла все на получи антикоагулянт. Хотя там 45 лет и вроде ничего особенного нету, кроме женского пола и легкой гипертонии. Конечно, нужно использовать осмысленные эти шкалы. Ну, собственно, я и пытался в книжке своей вот эти моменты важные для осмысленного использования шкал обсудить. И я надеюсь, она тоже принесет свою пользу. Прогноз. Ну вот мы уже диагностировали. Да, все, это точно совершенно легочная эмболия. Значит, пациент уже госпитализирован. Как вести дальше? Тут нужно понимать, какой риск. Если риск высокий, об этом говорит в первую очередь гипотензия, включая шоковое состояние, то тогда реперфузия. То есть проводится, ну, в наших условиях это тромболизис. Мы обязаны провести тромболизис. Самая важная часть это вот это. Когда у нас низкий риск и нет дисфункции правого желудочка, вообще-то мы этих пациентов можем выписать спокойно. А прогноз хороший. То есть необходимости в госпитализации у них нет. Мы можем сэкономить ресурсы, полечить там других тяжелых пациентов, не в коридоре, допустим, да, а в более комфортных условиях палаты, например, да. Мы избежим инфицирования пациентов, да, вирусными инфекциями, которые, да и бактериальными тоже, которые нередко встречаются в наших стационарах. Ну и сама обстановка, в общем-то, в наших больницах, как бы мы не любили наши рабочие места, она далека, да, от идеальной, как вы понимаете. И, в общем, дома все равно лучше. Поэтому, конечно, вот оценка пациентов с низким риском, речь идет и о коронарных больных, и о других пациентах, да, там, о пневмониях тех же самых. Это общее правило. Пациенты низкого риска, они должны лечиться на дому. А у нас они пока все все равно лечатся в госпиталях, в подавляющей части. Это не оптимально совершенно. Можно ли выписывать? Можно выписывать. Исследования показывают, что это безопасно их выписывать. Сутки-двое посмотрели, убедились, что низкий риск, да. Все выписываем и дальше ведем уже на пароральных антикоагулянтах. Ну, в данном случае приводится исследование по ривороксабану, то есть пациент продолжает получать ривороксабан, вначале более активно, потом в поддерживающей дозировке. Ну и, собственно говоря, вы ни в чем не проигрываете по неблагоприятным сердечно-сосудистым исходам. Шкала вот этой песи, да, которая дифференцирует госпитальных пациентов по уровню риска, по прогнозу, она в целом различала группы неплохо, но недооценивала госпитальную смертность. Это говорит о том, что вот эти шкалы пока еще не настроены хорошо на новые реалии, на новую коронавирусную инфекцию, пока мы эту область недостаточно изучили. И я надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся более совершенные прогностические инструменты. Но даже те, которые у нас есть, ими можно пользоваться, в целом они неплохо справляются со своей работой. Тоже один из универсальных индикаторов. Биомаркеры. Тропонины ведь не только для того, чтобы дифференцировать, да, повреждения миокарда, острый коронарный синдром от нестабильности на кардии. Они вообще универсальный индикатор. Любое повышение, значит, прогноз ухудшается независимо, есть коронарная болезнь или нет у вас коронарной болезни. Почему? Потому что, например, возьмем легочную эмболию, да, это перегрузка миокарда, да, это гипоксические изменения в миоцитах, да, приводящие к выбросу ферментов, да, это негативный индикатор. То же самое мозговой натриуретический пептид, по которому мы все шире и шире ведем пациентов, подбирая дозировки, стремясь компенсировать лучше пациентов и на амбулаторном этапе, и дифференцируя пациентов с острой одышкой, да, то ли легочная, то ли не легочная, то ли смешанная, непонятно какая. Конечно, и используя здесь мы тоже, если они высокие, то прогноз будет хуже. И это не интуиция, это вот все-таки объективные индикаторы. Нам надо больше и больше ориентироваться на объективные индикаторы, потому что они нередко лучше дают прогноз, чем наши предположительные оценки интуитивного плана. Когда мы говорим, что легочная эмболия делится на низкие, умеренные, высокие риски, мы говорим вообще о небольшом интервале времени. Это не значит, что это пациенты низкого риска будут жить долго и счастливо, и намного дольше и лучше, чем те пациенты с высоким риском. Не совсем так. То есть у них же могут сохраняться причины для формирования тромбов. А тромбы могут рецидивировать. Если в этот раз тромб был маленький, а какой он будет в следующий раз, если мы не проводим адекватно профилактику? И вот это исследование показало, что в долгосрочном-то плане у них прогнозы на оценки-то выравниваются на самом деле. Мы такую аналогию знаем хорошо по острым коронарным синдромам. Например, с подъемом СТ осложненные, да, они погибают чаще в первое время. А когда мы берем годовую смертность, она выравнивается. То есть те, которые вроде бы без подъема СТ, не тяжелые, они умирают попозже просто. Вот о чем речь-то, да. Поэтому нужно к ним все равно относиться достаточно серьезно, оценивая не только месячный прогноз, но и дальше, шестимесячный, годовой и дальше. То есть прогнозные оценки должны быть уже длительные. Но это уже задача для амбулаторного этапа. Но вот там у нас ситуация еще сложнее, чем с госпитальным этапом в плане прогностических оценок и дальнейшего введения. Такая вот картинка, она более понятная и для использования. Есть начальная фаза лечения, то есть нужно добиться вначале быстрой и эффективной антикоагуляции. Если мы используем современные антикоагулянты, там ривороксабан, апексабан, то мы можем нагрузочную дозу дать на протяжении одной недели или здесь трех недель, да. И потом уже переходим на постоянную дозу, поддерживающий препарат, до трех месяцев. Ну и дальше решаем, нужно ли нам расширить это. Если фактор приходящий, он исчез сам по себе, да, мы можем через три месяца прекратить. Если мы не уверены, да, что причина исчезла, то может использоваться расширенная профилактика неопределенно долго. И когда пациент выписывается, возникает вопрос, каков риск повторных, да, тромбоэмболий и как долго, соответственно, нам нужно проводить терапию антикоагулянтами. Опять-таки, да, есть соответствующие оценки рисков, включая шкалу вот этого, да, например, ну и другие факторы риска. В зависимости от этого выбирается лечение. До трех месяцев либо расширенное, либо практически постоянно есть пациенты, у меня не наблюдается, да, которых мы много-много лет уже ведем и не можем убрать риски высоки, сильно, сильно высоки риски. За плечами уже не одна тромбоэмболия, вот, поэтому приходится практически пожизненно, ну вот как мы ведем с пациентов, с фибуляцией предсердия, допустим, да, пожизненно использовать антикоагулянтов. Рак, онкология. Нередко к нам обращаются за консультацией и врачи, и специалисты в области онкологии, хотя там у них есть свои терапевты, безусловно. Вот. И пациенты сами приходят для оценки необходимости ведения легочной эмболии, тромбозов на амбулаторном этапе. И здесь акценты немножко другие. Традиционно в области онкологии основным препаратом были низкомолекулярные гепариды. И они и остаются, кстати. Почему? Потому что, когда стали сравнивать, да, некоторые новые прямые оральные антикоагулянты, выяснилось, что чаще возникали кровотечения. При ряде онкологических заболеваний это серьезная проблема. И поэтому лечение легочной эмболии пациентов с раком проводится с помощью низкомолекулярного гепарина. И только в случае не гастроинтестинального рака, там, где вероятность кровотечения серьезных меньше, можно использовать ривороксабан или адоксабан. Интересный препарат, который мы ждем, но пока его еще на рынке нет и пока не планируется в ближайшее время появление на нашем рынке у нас. Ну вот здесь сравнивали, да, ривороксабан и дальтепарин. Принимали до 6 месяцев. Вот он показал себя достойно, даже несколько ниже были рецидивы легочной эмболии, но выше риски кровотечения. Видите, почему низкомолекулярный гепарин приходится давать пациентов с раком порой до 6 месяцев и даже дольше. Неудобно, да? Ну а что делать? Вот и колют они эти препараты. Это пока вот стандарт. Но в ряде случаев, то есть, по крайней мере, для ривороксабана есть возможность, если нет высокого риска гастроинтестинальных кровотечений, можно использовать и пароральное, что гораздо удобнее, безусловно. По крайней мере, рекомендации нам это разрешают. Ну вот, сравнивали апексабан и ривороксабан в данном наблюдательном исследовании и оказалось, что у апексабана чаще были большие кровотечения с раком просвета желудочно-кишечного тракта. В целом, мы знаем, что соотношение по кровотечениям у них другое, да, у ривороксабана и апексабана. Госпитальная венозная тромбоэмболия, первичная, да? То есть, нет легочной эмболии. Если пациент лежит, если у него активность низкая, особенно если есть какие-то коморбидные заболевания, то вероятность легочной эмболии заметно повышается как в госпитальном периоде, так и в постгоспитальном периоде. Судам могут дополнительно включаться и другие факторы, ну, например, активная дегидратация, да? К чему она приводит? Вгущение крови, что мы не видели тромбозов на активной дегидратации, поэтому это очень серьезная вещь. Речь идет в данном случае о профилактическом назначении антикоагулянтов у госпитализированных пациентов. Разберем на ковиде, потому что именно сюда в последнее время сместились научно-исследовательские интересы. Рандомизированные исследования, кстати, вот в этом Мингланджурнала в медицин, в нем в основном все публикуются крупнейшие исследования, о котором я вам говорил. Пациенты не критические, то есть они не в палате интенсивной терапии, то есть они лежат в отделении. Антикоагуляции гепарина в терапевтических дозах, это значит, аноксопарин 1 мг на 1 кг да, вот два раза в день, увеличило госпитальную выживаемость. Меньше необходимы были, да, вазопрессоры и другие средства поддержки сердечно-сосудистой системы, респираторной поддержки. То есть пациент поступил, госпитализировал, мы его активно лечим, да, антикоагулянками. Как будто это настоящая, да, тромботическая ситуация у нас. В терапевтических дозах мы лечим, не в профилактических. Это рандомизированное исследование, на нем строятся все современные рекомендации поведению пациентов с ковидом. Решили попробовать выделить группу, у которых еще повышен додимер. И попробовали провести антикоагуляцию ривороксабаном или эноксапарином и еще 30 дней давать ривороксабан. На основании вот того исследования можно было ожидать, да, что здесь мы тоже добьемся эффекта. Не добились. Исходы не улучшились. Понимаете? Ну, вроде, да, те же пациенты мы даем казалось бы, достаточно эффективные антикоагулянты просто на основании додимера, но не добились эффекта. то есть, не всегда вот такие очевидные вещи подтверждаются в надежных исследованиях у нас. Еще интереснее здесь, да, а вот пациенты, которые уже в палате интенсивной терапии, самые тяжелые у нас, да, с большим поражением легочной ткани, которые на кислородотерапии, которые там лежат на животе у нас, да, вот у них-то, да, казалось бы, должен быть наиболее высокий риск, да, и их-то казалось бы, надо лечить как раз терапевтическими дозами ничего подобного, давали тот же иноксопарин один миллиграмм, да, прогноз вообще не улучшился, понимаете? То есть, парадоксальная ситуация, да, терапевтические дозы антикоагулянтов работают у госпитализированных пациентов некритических. Как только он попадает в палату интенсивной терапии, целесообразность терапевтической антикоагуляции исчезает, то есть, мы не выигрываем по кровотечениям, соответственно, мы проигрываем, да, вот парадокс. Ну, так, ну, такие исследования, и именно это заложено в рекомендации, вот, почитайте внимательно и международные, и отечественные рекомендации по ковиду. Вот, вот эти исследования лежат в основе тех формулировок, которые там заложены. Если внимательно почитать, ну, реальная практика, я знаю, другая же, у нас немножко, она отличается от рандомизированных исследований, да, она отличается от рекомендаций у нас, даже отечественных, но я просто вам говорю и обращаю внимание, как должно быть это, как правильно вести этих пациентов. Ну, вот, как бы рекомендации, вот отечественные я привел, вот, это вот одни из последних рекомендаций Американского общества гематологов, ну, они похожи друг на друга, и в основном они как раз основаны на тех исследованиях, которые я вам показывал, да, видите, как формулируется, у госпитализированных, не требующих интенсивно, целесообразно в терапевтических дозах, вот такая формулировка, потому что она строго основана на вот этих исследованиях, да, как только он в палате интенсивной терапии, там необходимость активной терапевтической терапии антикоагулянтами как ни парадоксально исчезает, то есть мы переходим там на профилактические дозы, но тут же нет, это уже тромбоз, мы-то говорим о первичной профилактике, тромбоз это вы лечите, как мы уже обсуждали, да, то есть там вы лечите по полной программе, мы говорим о пациентах, у которых еще нет тромбоза, да, нет легочной болии, то есть речь идет о первичной профилактике, госпитальной профилактике, да, потому что наша-то задача, да, уберечь пациентов от развития легочной боли в госпитальном периоде и в постгоспитальном тоже, кстати говоря, если, да, пациент получал первичную профилактику в стационаре, ну, по каким-то причинам, да, то есть врачи решили, что там повышенный риск госпитальный и лечили, надо ли продолжать ее дальше? Надо, да, то есть продолжение в течение месяца-полутора снижает риск венозной тромбоэмболи, то есть если его лечили и профилактику делали, то ее целесообразно продолжить, да, еще месяц-полтора, так ли это у нас? Ну, вот я и говорю, да, 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 ну, вот о чем и речь, да, 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 я еще раз обращаю внимание, да, чтобы это было красной нитью в наших выписных рекомендациях, да, вот, да, чтобы там продолжить, да, антикоагулянтную терапию в течение, там, 30-45 дней, да, и такую формулировку все-таки встречаешь нечасто, ну, по крайней мере, тех пациентов, которых я веду, смотрю, немало, кстати, из Ангарска, я вот смотрю у пациентов и далеко не всегда я вижу вот эту рекомендацию продолжения, да, антикоагулянтной терапии, на которую следовало бы это сделать, да, вот три вароксабан, сегодня мы говорим во многом об этом препарате, да, у пациента с повышенным риском, опять-таки, а у кого повышенный риск? Пожалуйста, есть шкала МПРОФ, очень простая шкала, взяли, посчитали баллы, в том же кардиоэксперте можно и в других табличках, там и в других, как бы, программных продуктах ее использовать, да, увидели, да, додимер повышенный, да, все, продолжаем активно лечить, то есть прогноз, прогноз, оцениваем прогноз, не всегда прогноз совпадает с оценками госпитальными, допустим, да, вот бывает, пациент приходит на консультацию, я внимательно смотрю наши выписные эпикризы, они не всегда подробные, не всегда детальные, как вы знаете, не всегда есть ценная информация, там, прогностический шкал повенозной эмболии, там, я, ну, если честно, ни разу не встречал, может, она использовалась, конечно, но не формулировалась, она, вот, и иногда я, если возникает ситуация, пересчитываю прогнозные оценки, как госпитальные, если есть информация, так и вот текущие на момент прихода пациента, не всегда совпадает, не всегда, не всегда совпадает, поэтому не всегда вот тактика лечения, она, ну, как бы, хочется, конечно, продолжить те рекомендации, которые, вот, врач-стационарии, но когда начинаешь пересчитывать и уточнять прогнозные оценки, не всегда получается, и порой приходится модифицировать лечение. и вторая тема, очень близкая, те же самые тромбоэмболии, только в артериальном русле, фибрилляции предсердий, о ней мы тоже поговорим, почему? Потому что, во-первых, та же проблема антикоагуляции, раз, во-вторых, все-таки много очень пациентов, ну, действительно их много, и приходится, конечно, тоже часто с ними работать, назначая лечение, уточняя лечение. Последние эпидемиологические исследования показывают, что вроде бы эпидемия стабилизировалась, да, если предыдущие годы нам говорили, что растет, растет, ну, и мы видели, кстати говоря, да, и по пациентам, что больше, 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 больше их становится, то вроде все, как бы, да, пришли на плату, и сейчас вроде бы стабилизируют, стабильная ситуация, стабильно высокая, так бы сказал, ну, слава богу, как бы не нарастает уже число пациентов. Ну, вот этот знаменитый треугольник аритмогенеза, его надо понимать, если мы хотим грамотно вести аритмию, да, аритмогенный субстрат, да, базис, на котором развивается фибрилляция предсердия, это фибротическая кардиомиопатия левого предсердия, да, то есть там фиброз, он является морфологической основой вот этой аритмии, безусловно. Чем больше фиброза, тем быстрее он развивается, тем тяжелее, длительнее у нас аритмия, да, ну, в конечном итоге становится постоянной. Что ее запускает? Триггер, да, как правило, это экстрасистола, чаще всего из легочной вены, ну, считается где-то в 80%. Почему мы изолируем-то, на абляцию мы зачем направляем, да, чтобы изолировать триггер на самом деле, да, оттуда запускается она. Но в части случаев, это 20-30%, триггер может быть в другом месте, ну, например, да, он может быть в левом предсердии, он может быть в коронарном синусе, нижний пол и вене, она отовсюду может быть, да, почему не всегда мы видим, вроде изолировали аритмию, так как триггер-то в другом месте, все. А у нас нет методики определения, где он триггер, да, мы же направляем пациента куда? На абляцию, они что, ищут триггер, что ли? Они всем изолируют легочные вены. А это кто-то делает? Нет, конечно, а зачем? Никто триггер-то не ищет. Ну, вот сделали абляцию, потом мы смотрим, да, работает, нет, потом не работает, да, опять направляем, что они делают? Они опять изолируют легочную вену. И модуляторы так называемые, да, модуляторы, ну, то есть факторы, которые изменяют частоту, выраженность, аритмогенеза. ну, ну, кумель сам, вообще, он был большим сторонником вегетативной модуляции. У него были работы по фибрации, если помните, я даже сам читал такие лекции, да, мы выделяли вагусную форму, да, там, симпатическую, оказалось, что это все, ну, как бы, незначимо, это все как бы не работает в реальной жизни, да, но сама идея, она прижилась, вот как бы, да, ну, есть, конечно, пациенты, у которых на каком-то этапе немножко, да, там, стресс, какое-то влияние, есть на каком-то этапе, где вагус доминирует, там, ночные фибрилляции, там, в покое, после еды и так далее, ну, это приходящие этапы, потом, аритмия потом течет по своим законам. Эндокринная система, допустим, вот, всем мы ищем этот гипертериоз, ну, нашли его, да, особенно субклинический, это причина фибрилляции предсеркции? Вопрос. Ну, вот убрали мы, да, гипертериоз, ну, там, радикально или нерадикально, и что? Фибрилляция предсчезла у нас? Сколько ведь таких случаев, когда она исчезла? Ну, так. То есть, не надо думать, да, что гипертериоз вызвал, да, это модулятор. Там фиброз-то был, ну, да, ну, почаще она была, допустим, но потом же она осталась, и она продолжает прогрессировать, кстати, потом-то, как любая, да, то же самое, любители коррегировать калий, или спину правят, ну, то есть, чудаков много, конечно, да, вот, но это все модуляторы, куча коморбидных заболеваний, это все модуляторы, да, субстрат, триггер, да, модулятор, все. Вот, исходя из этой концепции, работают все аритмологи мира. Это правильная концепция. Исходя из ней, вы должны, вот, как раз и строить тактику ведения. Ну, вот, о некоторых мы поговорим. Опять, я показываю последние исследования, ну, 21-22-го годов, о которых еще не рассказывал, да, предыдущая у меня была встреча с братскими кардиологами, вот те исследования, которые я не рассказал им, которые появились после, я увидел их после, да, я вот рассказывал вам все. Чем больше левое предсердие, еще раз, индекс, да, не абсолютное значение, индекс считаем, объем, тем выше риск рецидивов, соответственно. То есть, это что? Не потери его предсердия, да, это аритмогенный субстрат, да, получается, ключевая позиция. А кофе? Вот не пейте кофе, да, аритмия же у вас, вы что? И даже чай не пейте. А кофе нельзя пить, да. Вот, но опять понимаете, это, во-первых, это как бы триггер должен быть, да, во-вторых, подтверждается ли он научными исследованиями, ну, вот вам, пожалуйста, научные исследования. Умеренное потребление кофе с кофеином снижает риск фибрилляции предсердия, снижает, не повышает, снижает. Ну, понятно, что это не рандомизировано, и что нужно относиться осторожненько, но не увеличивает, не увеличивает. Зачем обрекать, да, пациентов на жизнь без кофе? Ну, это же популярное, да, рекомендация-то популярная. Речь не только о фибрилляции, о других аритмиях, о экстрасистолии, та же самая, да, не пейте в этот кофе, да, и крепкий чай не пейте, и вообще, в баню не ходите. Не, тахикардию же вызывают, в общем. Какую тахикардию? Ну, синусы, да. Ну, вот мы с вами говорим, у меня тахикардия, потому что я волнуюсь, а лектор, да, ну, вот лекция вызвала у меня тахикардию, что? Синусы, тахикардии. Ну, вот у меня сейчас синусы, у вас может синусы, потому что вы задали вопрос, а я вам возражаю, да, например, да, ну, это же физиологическая тахикардия, что мы о ней говорим? Мы же врачи, мы говорим только о патологии с вами, да, о физиологии мы не говорим. То есть, видите, исследования, наблюдательные, показывают, что и, собственно, и на другие-то аритмии. Нет данных у нас. А пациенты же, они верят врачам, до сих пор, я вот удивляюсь. Он мне сказал, он пришел к участковому терапевту, значит, с аритмией, он ему говорит, не надо ни в баню, ни в кофе, ничего, секс не надо, вообще, вообще ничего не надо. А он, главное, выполняет, понимаете? Самое интересное, тогда я говорю, вообще имеет смысл такая жизнь, или не имеет? Ну, лучше с аритмией, конечно. А тем более, тем более это не влияет, да, даже и влияет, ну, триггер, один из тысячи триггеров, да, там, солнечная активность, триггер, там, атмосферное давление, триггер, да, там, поговорил на работе, это тоже триггер, да, там, вышел, у тебя машина обрызгала, тоже триггеры, триггеры они везде, куда от них денешься-то, да, что, мы что будем сейчас каждый триггер убирать, что ли, это, ну, что за это, отсутствие нагрузок, это плохо, ну, вот, сидим на лавочке, значит, или идем с палочками, да, ну, вот, да, до сих пор, кстати, до сих пор, омега-3-то, а маклоры, до сих пор, лечим аритмию, а почему лечим? А что, есть исследования какие-то? Ну, помогает? Нет, знаете, вот попробовали с морепродуктов, на 25% часа фибридерации претерии возросла почему-то, как помогает? Кто сказал, что он помогает? То есть их получается надо в триггеры отнести тогда уж, но не в лечебный фактор, да, тем более препараты-то не дешевые сами по себе. Пациенты, конечно, обращают внимание на симптомы, да, если бьется, мешает, слабость, там что-то голова кружится, а вот те, у которых аритмия тихо, да, ну, случайно там давление померил, ну, аппарат не стал мерить, ну, наш кей. По прогнозу разница есть, нету, по прогнозу разницы нету, то есть симптомы не определяют прогноз. Он переносить может хорошо, да, и в принципе не жаловаться, и в общем не очень-то настроен на лечение, это честно, потому что и особенно мужчины, но прогноз хуже, тоже будет неважным, поэтому относиться к ней надо так же, как и к симптомной, но в плане видения. Ну, сейчас, конечно, мы уже много лет пациенты начали приобретать, сейчас все больше и больше у нас этих умных часов, очень помогает сильно, очень помогает это все, особенно если кардиограмму они пишут сами, да, даже если не пишут, то хотя бы тренд ЧСС, который вот делает, то есть это очень помогает, и в принципе, если допустим видишь неравномерный РР, да, с частотой 160-170, ну что это может быть там, ну с варьирующей, ну да, 9 из 10 фибрилляция предсердия, скорее всего. Вот, конечно, надо уточнять, безусловно, потому что там могут разные быть варианты, но тем не менее, и это же не холтеровское мониторирование, да, повесили, и в этот день у него ничего нету, да, или бывает каждую неделю, да, пойди вот поймай ее каждую неделю, мы, конечно, можем поставить, у нас есть недельный аппарат, да, но и недельного нам не хватает, в принципе, и показывают исследование, что-то достаточно корректное, особенно вот если там хорошие часы с неплохой кардиограммой, там можно вполне-вполне диагностировать даже тип каритмины, локализацию даже нужно. Основная тактика, ну она традиционна, либо ЧСС снижаем бета-блокаторами, ну я так скажу, что это примерно 8-9 из 10 пациентов, да, остальные маленькая часть, которую мы стремимся поддержать и установить синусовый ритм. Значит, ну вот эта табличка, ну она основана, безусловно, на современных рекомендациях, на исследованиях, конечно, если симптомы выраженные, да, если коморбидность небольшая, да, если недлительная, если молодые, активные, там и так далее, то, конечно, нужно удерживать синусы. Но я хотел бы обратить внимание то, о чем мы с вами говорили, на аритмогенный субстрат. Вот особое внимание мы должны уделять вот левому предсердию. И там вот этой книжке, ну она популярная в России, это 11-е издание по коморбидным болезням, там у нас просто были размеры, там больше 60, там 50, меньше 50, ну прямой размер. Вот, то в следующем издании мы, конечно, уточнили не только размер, но и индекс. Вот индекс. Есть серая зона между ними. Если размер прямой меньше 45, если индекс меньше 34 мл на метр квадратный, да, все там, в принципе, кардиомиопатия не выражена, мы можем спокойно удерживать ритм. Если размер прямой больше 50, если индекс больше 42, то там, конечно, надо сильно подумать, стоит ли там с антиаритмиками ввязываться, насколько мы хорошо удержим, тоже большой вопрос. Что, постоянная форма вывозь? Ну она не зависит от вас постоянную, вы же не сможете в постоянную сделать. Она сама уйдет, когда будет много фиброза. Вопрос только в том, будете ли вы просто бета-блокаторами контролировать ЧСС, да, ну вот на постоянной основе при пароксизмальной или постоянной форме не принципиально, да, либо вот попробуйте, да, антиаритмическими препаратами удержать и восстановить синусы. Она везде есть, да, ну по-моему, даже и на сайте есть, где раздел фибрилляции предсердия, да. Ну вот каким-то образом можно это, кардиомиопатию левого предсердия брать? А левого желудочка можно? Ну вот, ну вот, вот этот и вопрос, да. мы видим, что по-моему, ну, уже знаем прогноз какой. Уйдет фибрилляция по фимартике ремоделирования может быть? Нет, у нас есть немножко, да, методов ремоделирования левого желудочка, которые работают, тоже не блестяще, прямо скажем. А о левом предсердии там никто и не изучал, причем я даже не видел исследования, как влияют традиционные препараты, которые используют для ремоделирования левого желудочка на левое предсердие, понимаете? Ну, то есть, это терраинкогнито, то есть, это пока не изучалось. это черт, вот здесь, черт, если левое предсердие увеличено, значит, высока вероятность, да, надо ждать. Конечно, это более надежный индикатор, чем, например, допустим, деформация зубца П, да, нарушение внутри предсердного проведения, его тоже можно использовать, вот, ну, это, конечно, понадежнее. Еще надежнее, но у нас это редко делается, да, МРТ, допустим, с оценкой фиброза количественной. Это уже такие методы, в реальной, не фантастики, они в России используются, но это не просто сделать, и редко делается. Вот, как выбирать лечение, да, до сих пор, собственно, вот мы этой табличкой и пользовались, да, если мы обратимся к последним рекомендациям по фибрилляции предсердий, то там была введена, вот, по сути-то, вот эта схема выбора терапии, она называется 4С-АФ, ну, то есть, АФ – это Atrial Fibrillation, да, то есть, фибрилляция предсердий. 4С, почему? Ну, это на основании, да, вот, все-таки, иностранного языка, сейчас у нас приоритет-то, да, всему российскому, но я не смог перевести, поэтому оставил, как есть-то, вот, строк-риск – это риск инсульта, да, он оценивается, естественно, по час вазы. Симптомы. Если 0, то вопрос может и не трогать его, ну, если они без симптомов, ничего трогать. Если умеренные выражены симптомы, то 1-2 – контроль ритма, да, ну, то есть, мы назначаем антиаритмик, ну, или наобляд, это проблема. Тяжесть. Оканчивается сам или нет? Длительность. Ну, соответственно, чем менее тяжелые, чем они короче, тем выше эффективность антиаритмической терапии. Чем дольше, соответственно, да, меньше энтузиазма бороться с тяжелой, часто рецидивирующей, длительной фибрилляцией предсердия. Ну, и субстрат, то есть, число коморбидных факторов, увеличение левого предсердия, фиброз левого предсердия. То есть, если этих факторов мало, контролируем ритм антиаритмиками, ну, или наобляцию. Чем больше, тем меньше, соответственно, вариантов. Это попытка количественно, да, не качественно там, да, вот как таблица эта, да, а количественно в баллах определить, нужен ли, да, контроль ритма с помощью обляции или антиаритмической терапии. Но вообще, конечно, все понимают и с точки зрения здравого смысла, да, и с точки зрения биологии, да, вот, и с точки зрения пациента, да, что свой ритм всегда лучше, чем аритмия. Он-то понимает, что это не так, да, вы это его не убедили никогда в этом плане, да, и в общем он прав, по сути он прав. Свой ритм всегда лучше, чем аритмия, да, и поэтому, конечно, если мы контролируем, если у нас большая продолжительность синусового ритма, то по идее у нас автоматически должны падать последующие сердечно-судистые риски. Правда же? Правда. Так и должно это быть. Так оно и есть на самом деле. И об этом говорят и исследования в том числе, особенно если мы это рано начинаем делать. Не тогда, когда он пришел, о, вы знаете, уже 20 лет у меня аритмия, вот, доктор, помогите, мне сказали, вы можете помочь. Я говорю, так вы пораньше-то не могли, там, лет на 20 прийти, мы бы тогда, конечно, помогли. А сейчас я говорю, как, вы 20 лет контролировали 5 миллиграмм бесопролола, значит, вашу аритмию, и сейчас вы хотите, чтобы мы восстановили синусовый ритм и удержали еще его. Ну, конечно, это нереалистичный оценок. Ну, в основном, это бабушки приходят, вы мне сказали, помогло, вот, моей соседке, она сказала, надо идти. А когнитивная возможность уже снижена, да? И вот эта вот беседа непростая. То же самое, если у пациента уже есть сердесудистое заболевание, например, инфаркт перенес, дисфункция левого желудочка и так далее. Все равно, да, лучший контроль синусового ритма обеспечивает лучший прогноз. Я думал, уснувший тут. Упал. Не, ну, лекция такая монотонная. Ну, в последнее время, все-таки, да, немало исследований в рекомендациях-то подчеркнуто, что стараться контролировать вибрацию претерги у пациентов сердечной недостаточности, да, что это вроде улучшает и течение сердечной недостаточности, и прогноз. Но это непростая задача. Непростая задача. Нужно хорошо селективно выбирать этих пациентов. Вот, например, вот в этом исследовании не было результата. Поэтому не всегда. Вот там, во-первых, сложно восстановить и удержать ритм, и во-вторых, их надо все-таки тщательно выбирать. Потому что при наличии сердечной недостаточности фибрилляции уже контролировать сердечный ритм, восстанавливать и удерживать его, эта задача уже очень непростая. Даже для опытных специалистов. Конечно, есть же еще и латентные инсульты, да, то есть мы-то видим, да, как и неврологи говорят, верхушку айсберга. Когда стали исследовать, выяснилось, что большинство были латентными, обратите внимание, и возникали на фоне антикоагулянтов. Ну, то есть антикоагулянты тоже не удерживают, да, ситуацию. Ну, это вот известное исследование, мы обсуждали на какой-то нашей встрече. Вот у пациента фибрилляция предсердия, он идет на антикоагулянтах, да, у него развивается инсульт. Это какой инсульт? Ишемический или геморрагический? Ну, более вероятно, какой? Ишемический. Ишемический. Понимаете? Ишемический. Во многом это связано с тем, что мы все-таки недостаточно эффективно покалечим антикоагулянтами. Потому что, если варфарин, мы пытаемся еще как-то, да, по МНО контролировать, и то плохо получается в силу несовершенства методики. Но альтернатива тоже не идеальная. Всем одна та же доза, да? Она у всех одинаково работает? У всех у них одинаковая концентрация примерно в крови? Там разница в концентрации достигает десятки раз. Представляете, о чем речь идет? Понятно, что если мы лечим там 100 тысяч человек, в среднем они работают. А работают ли они индивидуально? Вот в чем вопрос. Но пока медицина не дошла до этого уровня о дифференцированном лечении прямыми оральными антиковыми. Мы знаем, что метральный тяжелый стонус нельзя прямыми. Там обязательно нужен варфарин. А вот артальный стонус, допустим, как с ним быть тогда? Здесь такая ситуация в этом исследовании, что более высокий риск стромбоэмболий при прямых оральных антиков. То есть все равно варфарин лучше держал. Но кровотечений больше, соответственно, при фибрилляции при зеротальном станузе. Но это известная позиция. Если с аритмологами поговорить, с настоящими, те, которые занимаются электрофизиологическими, Алексей Владимирович ждутник, вот спросите у них, что лучше, варфарин или прямой аравийный антикоголин. Понятно, что когда жесткая ситуация, когда тромбогенный риск высокий, конечно, альтернативы варфарину, особенно с контрольным панамоно, нет. Иначе почему механические клапаны ведем на варфарине? Потому что они эффективнее при жестких тромбозах. Но там, где тромбоз не жесткий, когда риски заметно меньше, там уже перевес в силу более удобного, более приемлемого, меньше необходимости сравнивать МНО в разных лабораториях с разными аравийными еще. Поэтому, конечно, в целом мы выигрываем при прямых оральных антикогулянтах. Если произошел инсульт, что делать? Инсульт ишемический, соответственно, с геморрагическим там своя тактика. Когда возобновлять прямые оральные антикогулянты? Ну, или непрямые, или гепарин, допустим. Ну, вот раньше работало правило 1, 3, 6, 12. Транзитурная ишемическая атака это 1, сразу через сутки мы назначаем. Малый инсульт 3, средний там 6, тяжелый большой там, ну, значит, через 12. Почему? Потому что первое время возможна геморрагическая трансформация, ну, то есть, геморрагический компонент инсульта может доминировать и там может быть опасно. Ну, оказалось, вот попробовали сократить время, да, 1, 2, 3, 4 попробовали, ну, то есть, раньше, раньше, раньше начать. и вы знаете, получили неплохие результаты, то есть, кровотечения не возросли, а частота повторных инсультов уменьшилась. Можно в ряде случаев, да, и раньше начать лечение антикоагулянтами, мы выиграем за счет повторных ишемических инсультов. Мы в целом выиграем просто, понимаете? Вот это индивидуальная терапия уже, конечно, вот. Ну, и, конечно, недостаточная доза, да, вне инструкции повышает риск осложнений и не снижает риск кровотечения. Это встречается сплошь и рядом, да. Ну, вот 15 миллиграмм ревороксабана, да. Почему при нормальной функции почек, далее, я не понимаю. Почему? Трудно сказать, почему, да? Или там 2,5-2 раза там, да, другого припал. Почему? Тоже вопросов нет порой, да. Вот. Цена, цена может быть достаточно серьезная за недостаточную диагноз. Половина пациента с фиблией инсультом получали неадекватную терапию. То есть результат, да, вот этих инсультов на фоне антикоагулянта в значительной части связан с неадекватным лечением. Ой, я забыл, что-то доза была большая, мне посоветовали поменьше. Что-то закровило, я решил, недельку отдохну. Вот видите, вопрос, беседовать с пациентом или нет. Если он доверяет вам, и вы с ним беседуете, есть время поговорить, он вам того расскажет, что вы там ужаснетесь, да. А если просто пришел и выписал это, то вроде как бы и нет проблемы, да. Ну и как бы пьешь, ну и... очень серьезно влияет там депрессивное особенно расстройство на приверженность, да. То есть, почему мы занимаемся психосоматикой, потому что, ну, треть пациентов, которые ко мне приходят, там вообще кардиологии-то, собственно, и нет. Вот и я лечим там тревоги, паники, депрессии там всякие. С хорошим эффектом, между прочим. А это на прошлой неделе пациентка, она вот интересная, вот они с мужем зашли, он такой очень заботливый, прямо вот он ее опекает, она маленькая такая, сухонькая. Ей в 13-м году поставили в институте Мишалкина механический протез метрального клапана. У нее пришла она с диагнозом фибрилляция предсердий, симптомной, ну, то есть, она чувствовала их, они не нравились, в принципе. И в последнее время одышка стала нарастать, она вроде заходила на четвертый этаж, нормально, сейчас вот тяжело стало. И потом ноги стали отекать. Ну, сердечный недостаток стала прогрессировать. Ну, беседуем с ней, значит, как, что, она говорит, я говорю, как у вас вот нарушение речи, она говорит, а, ну, у меня там три инсульта было, 17, 18, 20, ишемических, три инсульта. таких малых инсульта, потому что у нее, конечно, нарушалась речь, там, была асимметрия, там, и лица, и, но потом все вроде так, более-менее восстанавливалось. я говорю, а как вы, ну, на варфарине, соответственно, механический же клапан, да, у них как бы чек, то есть дома, они этим контролируют, аппаратом еще, и раз в месяц они ходят лабораторно, да, делать, ну, как положено, да, как положено. Я говорю, да, как вы это, дневничок Манова, покажите мне, а почему у вас три инсульта тогда? Ну, как-то многовато, в принципе, тогда, там и дома забыли. Я говорю, да, а вы, как бы, да, пришли-то с какой целью, интересно? То есть у них не цель была предупредить инсульта, да, у них цель была, вот, тяжеловато стало дышать там, ну, что-то надо сделать с одышкой, с аритмией, с этой, и так далее. Ну, выписки, главное, принесли. Ну, вот, видите, неврологическое отделение в первой городской больнице, их хорошо знают, они даже скорую не вызывают, он сразу ее везет с инсультом, ну, они уже опытные, да, с инсульт, все, он сразу ее привозит в приемное отделение и берут там и так далее. Так, рассказывают, я говорю, ну, молодцы, конечно. Я говорю, а предупреждали-то как? Ну, вот, беру выписку, да, мы на у какой, 1,6. Ну, ладно, как бы, да, бывает. Сколько там, 3,75. Вот, ну, это попутно, да, я, я тоже думал о фибрилляции предсердия, ну, да, вот, вы один-то не фибрилляция же предсердия, то есть, она не бывает такой. Частота, видите, ну, где-то по 250 предсердий идут, да, то есть, ритмичное возбуждение предсердий по 250, это какая ритмия? Трепетание предсердия, три к одному, один к одному. Да, 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 да. Очень важно писать атипичное, да, то есть, потому что, да, ну, пилы вот этой, да, ну, да, потому что пила, это сразу же хороший эффект абляции, а вот здесь уже вопрос, то есть, здесь абляция уже не очень эффективна, поэтому атипичную форму всегда надо указывать, типичная или атипичная, это очень важно в плане тактики ведения, да, собственно, видите, я и написал, да, трепетание предсердий атипичное, да, то есть, это говорит о том, что показаний для абляции не так много у ней, да, это важно очень. Ну, вот еще одна, видите, вот тоже опять, опять та же первая городская больница у нас, да, это 18-й год, МНО 1,72, ну, а вот еще, да, вот пропустил я, да, 17-й год, здесь я даже МНО-то особо не вижу, а, МНО 2,16, метральный клапан, скорость низкая кровотока, МНО какое должно быть? 3 плюс минус 0,5, да, то есть, нужно 3 держать, я им говорю, да, как бы, как ведете-то? Ну, вот, то есть, они ведут регулярно, они это меряют, да, но они совершенно, совершенно вот эти данные не используют в плане профилактики, вот я удивился, конечно, я говорю, да, зачем, зачем вы, говорю, постоянно вот контролируете, если вы совершенно неадекватно, не контролируете, да, не подбираете дозу варфарина, то вы зачем все это делаете, я понять не могу, вы ждете, что четвертый инсульт пройдет так же, как и этот, что ли? Ну, не знаю, вот сейчас посмотрим результаты, что я попросил, говорю, ну, вышлите мне ваши дневники по МНО, посмотрим, а? Ну, они пришли без МНО, я добавить вообще ничего не мог, вот, я поэтому попросил дать все данные по МНО, включая последние, и в зависимости от этого уже, ну, как бы, строить тактику, и я, видите, еще не всегда уверен, эти пациенты, они будут со мной сотрудничать или нет, потому что неизвестно, иногда же они приходят, ну, вот там, потом я их не вижу, да, у них координаты все есть, но они вот только что были, я думаю, что они, скорее всего, мы будем наблюдать их, как в большинстве случаев подавляющим происходит, поэтому, когда они пришлют дневничок, я посмотрю, какое МНО у них, ну, мы будем подбирать и работать с ними, в первую очередь, чтобы они сами понимали, как нужно вести, пока у них, вот, после трех инсультов, никакого понимания, как надо вести, нет, достаточно интеллигентные, разумные, в принципе, очень заботливые, кстати, как-то, не знаю, много раз уже, да, госпитализировались, ну, мы уже с вами это говорили многократно, да, что если у нас острые коронарные синдромы, то длительность тройной надо сокращать, 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 да, то есть, крайний случай, когда есть необходимость, там, долго нам давать, там, два антиагреганта и один антикообулянт, вот, то есть, это все, можно в ряде случаев и сразу уйти на, да, один антиагрегант, не парится и так далее, тем более стенты сейчас более-менее нормальные, я вот посмотрел, первая городская, стоят современные стенты с эверолимусом, там, с заторолимусом, у вас тоже лекарственные все идут, да, ну, тоже вот, нормальные современные стенты, там особо, да, все-таки риск такого уж прямо тромбоза стента не такой велик, а кровотечение – это вещь реальная.